Казахский национальный оркестр имени Курмангазы в Алматы открыл новый 88-й сезон, посвятив его 30-летию независимости Республики Казахстан. На концерте под названием «Тарих Толхананда» прозвучала классика в виде пляски скоморохов Петра Ильича Чайковского, венгерских танцев Йоганаса Брамса, а также жемчужины казахского музыкального искусства Кудаша Думан, Ирки Гали Рахмадиева, произведения Долит Кирея и других композиторов. Мы, конечно, оркестр Курмангазы – это очень гибкий оркестр, это очень знаменитый оркестр. Мы играем постоянно из разных жанров, в том числе и классиковый, и поп-музык, и роковые музыки. Оркестр существует с 1934 года и на сегодня включает 83 музыканта, часть из которых трудится в нем на протяжении полувека. Коллектив вознес казахскую музыку на новый уровень, завоевав сердца благодарных слушателей далеко за пределами страны. До конца года в планах провести еще ряд концертов с демонстрацией богатого репертуара. В музее Метрополитен проходит выставка «В Америке. Модный лексикон». Что из себя представляет американская мода? На этот вопрос ответил главный куратор выставки Эндрю Болтон. Прогуливаясь по залам, можно встретить 104 определения американской моды, и каждый экспонат выражает свои смыслы. Эндрю Болтон воссоздал в галереях Института костюма настоящую энциклопедию американских эмоций. Начинается все с огромной секции, посвященной стежке. Здесь представлены джинса-пэтчворк, пальто с нашивками, стеганные вещи. Каждому образу приписано соответствующее переживание. Это и сентиментальность, и ностальгия, и оптимизм. Мода — это душа. Она сложнее, чем, кажется, говорят этой экспозиции ее создатели. Продолжение выставки откроется в мае 2022 года. Вторая часть будет носить название «В Америке. Антология моды». Музыкальное искусство второй половины 19-го столетия представил Карагандинский симфонический оркестр имени Ерки Галли Рахмадиева. Полуторачасовой концерт включал в себя лучшие творения норвежских, английских и итальянских композиторов. Открыли программу музыка Эдварда Грига. Это первый норвежский композитор, творчество которого вышло за пределы одной страны и стало достоянием сначала европейской культуры, а затем и мировой. Очень многим знакомы, конечно, его знаменитый фортепианный концерт, его музыка к драме Енрика Ипсена Бергюнд, конечно, знакомы его лирические пьесы. И сегодня в программе прозвучит произведение, это две мелодии, сочинение 53-е. Кстати, эта программа в программе исполняется впервые. Серенада для струнного оркестра «Миминор» была написана в 1892 году. Это произведение сегодня пользуется огромной популярностью среди английской публики. Это небольшое трехчастное сочинение, пропитанное духом романтизма и утонченного изящества. Творение Эдварда Элгора демонстрирует систему литмотивов, связанную с австронемецким влиянием. Это мелодии, ярко демонстрирующие оптимизм и устойчивость викторианской эпохи. Ну и завершить сегодняшнюю программу произведение, которое тоже впервые исполняется в сегодняшней программе, итальянского композитора Отторино Респиги. Этот композитор известен с тем, что в его творчестве, в его творческом наследии, очень много произведений, которые воскрешают музыку прошлых столетий. И в частности, такими произведениями являются три сюиты. Старинные танцы и песни для людни. Композитор сделал свободное переложение для струнного оркестра, и сегодня наши зрители услышат третью сюиту. Сюита номер три была написана в 1931 году. Первая ее часть – это итальянская песня, затем придворная ария, а в середине – меланхоличная сиренада. Венчает же всю сюиту торжественная пасакалия. Дирижировал оркестром в этот раз лауреат международных конкурсов Пак Юн Хван. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 2 октября в Театре имени Абаев «Семей» можно насладиться поэтической композицией «Бес Нарсе». В Усть-Каменогорске 2 октября труппа Восточно-Казахстанского областного драматического театра даст спектакль «Козы-Корпеш» Баян-Сулу. На сцене Карагандинского академического театра музыкальной комедии 3 октября пройдет постановка «Король вальса». «Король вальса» «Король вальса» «Король вальса»